Девочка-пай 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 Ричи Блэкмур, который из технических технических гитаристов был в том числе, но в том числе, как можно сказать, из-за 100-х гитаристов. Он имеет специальную структуру, как его личность в свой гитарный стиль. И для этих старых гитаристов есть еще больше, которые на этой роли летят. Один из моих любимых любимых гитаристов, Джимми Пейдж с Led Zeppлин. Есть, кто-то, как «банд» и «жимми хендрикс», который манил все оборудовавшись на гитарском 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 гитарском. «Я думаю, что это именно утром, это и другое. В центре, когда мы будем спереди, которые выключатся и не только от водой, а в водой. И я думаю, что ИН Пейдж с довольно золото стабиль, это точно так же. И еще есть некоторые другие, как Ника Макбрейн, Иван Майден, или Jeff Porcaro из ТОТО, или Симон Филиппс. Такие люди, которые просто прагают это. Но в целом, как это происходит, это уже более элитные. Как был ваш первый Лайфов? Интересно. В Радвиле, в Барне. Да, именно. В Highlander Pub. Это был очень удобный Лайфов. Это был интересный Лайфов. Я помню, что она была много длиннее. Да, она была около 12 метров. Это было около 5 метров. Но это была интересная история. Мы делали это как тест-гик. И я еще раз играл в другом Барне. И я еще раз играл в другом Барне. И мы уже играли в этом Лайфове. И поэтому мы думали, что это было бы хорошо. И если мы не знали, то не было интересоваться. И это не просто человек. Это тоже новая история. В начале 90-х годах мы их знали. Мы играли в одной Банде, в которой мы собственные songs сделали. И тогда, в следующем году, все длинно в таком году и тогда это было уже немного разнообразно. И это было в 08-м. Да, это была очень интересная история. Это был интересный. В нашей группе был Эрл, который был тоже в этом году, и это было бы предел. И мы могли бы полить, что это было бы нечто. Я стояла в этом машине, И я на дорогу, на концерт, с этой Бандом, и я думал, что мы должны делать это. Мы решили, что Пёрпл был гай. Он играл уже давно на Оргель, и я, как говорится, ИНПС, я считал, что это гай. Я знал, что 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 я знал. И мы с ним знали, что мы знали, что мы знали. Мы с ним были велосипедами, и мы рик репутан. И еще раз, 2 месяца, мы с первой, когда мы привезли на просьбе, за первую просьбу в рейтинге. И мы с первой просьбе просьбе, а потом в рейтинге была просьбе. И тогда оказалась моя стая. Это был абсолютный случай. Слышно. Очень круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Freut ihr euch auf Open Air im Biersfeld? Selbstverständlich. Ja, es ist natürlich auch ein Heimspiel. Ich komme von Basel, bin in Basel aufgewachsen. Ich wohne jetzt auch noch in der Umgebung von Basel. Und das ist immer schön, wenn man zu Hause spielen kann. Open Air hat immer ein spezielles Feeling. Speziell, ja. Wie jeder Gig. Also ich meine, wir haben kleinere Gigs in Pubs. Wir spielen auch auf grösseren Bühnen. Und alles hat so seine Reize. Und Open Air hat dann hoffentlich Slato mitspielt. Ja, das hat auch seinen besonderen Reiz. Da freuen wir uns sehr darauf, wenn wir fast alle aus der Gegend kommen. Und ein Heimspiel ist immer toll. Was heisst das denn speziell an einem Open Air? Und vielleicht so ein bisschen in der Pubs zum Beispiel? Die offene Bühne. Ist mir die eingeschlossen irgendwie. Die Ambiente ist meistens ganz anders wie in einem Club. Nicht, dass das schlechter ist. Es ist halt einfach... Open Air hat immer ein spezielles Feeling. So, vielleicht kommen mir da wirklich die alten 70er-Gemurtstag-Gefühle. Ich glaube gar nicht. Спасибо за просмотр!